Владимир Шарыпов во второй раз занял пост главы города Иваново. Срок отведенных полномочий чуть больше года. Мы решили выяснить у горожан, чего они ждут от уже знакомого мэра и какие пожелания есть к Ивановскому градоначальнику. Нареканий много на дороги, на придомовые дороги, что если они даже делают новые дороги, то ни пока-то ничего, и ливеневки нет, и практически мы все выходим на дорогу, на дорогу выходим, для того, чтобы обойти вот эту вот пешеходную дорожку, потому что там пройти невозможно, там вода. Я думаю, в нашем городе нужно больше развивать туризм, помогать время проводить подросткам, молодежи, потому что многие жалуются, что недостаточно развлекательных центров, вот этого всего, там парков, аттракционов, ну и следить за экологией. Чтобы был раздельный мусор, потому что сейчас у нас, например, около дома стоит только пластик и контейнер, а хотелось бы еще стекло, металл, ну то есть полностью раздельный. Хотелось бы знать, как именно он перерабатывается, вдруг его вывозят на общую свалку. Хотелось бы знать. Порядок навести в первую очередь. Что вы имеете в виду? Ну, если проехать по окраинам дороги, все плохие, вообще грязи много, надо... То есть надо сделать город чище? Обязательно. В первую очередь. Это лицо мэра будет как раз. Мне хотелось бы, как человеку, имеющий отношение к истории, на то, чтобы у нас появилось побольше пространств, рассказывающим о нашем прошлом. Детские площадки пускай тоже ремонтируют. Это я смотрю, там сейчас этим занимается молодежка ОНФ, то есть там волонтеры, а тут как бы желательно, чтобы этим все-таки занималось правительство, вот города. Общаться побольше с людьми, с обычными. Я видела, что у него есть Инстаграм, и я считаю, что это отличный способ связаться с молодежью. То есть есть коммуникация? Ну да, но он такой активный, он даже обычный такой человек. Я видела, как он задает, то есть это какое-то было мероприятие, он просто, как обычный человек, встал из зала, задавал вопросы. То есть мне понравился вот этот его подход, что он такой ближе к людям. Бороться с бедностью в городе, и побольше рабочих мест, побольше производительных участков. Короче, работа, непочатый край. Вполне конкретное пожелание к Владимиру Шарыпову есть и у нашего телеканала. Мы надеемся, что мэр обратит внимание на проблемы с разбитой тактильной плиткой, о которых мы уже неоднократно рассказывали. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.